Микс Ньюс. Утро на балконе. Доброе утро еще раз всем, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем. Сейчас, как мы обещали, к нам присоединились велокурьеры. Это основатель и руководитель компании «Велокурьер» Олег Столяров. Здравствуйте. Доброе утро. И организатор 26-го международного чемпионата «Велокурьеров Риги», оператор компании «Велокурьер» Янис Белецкий. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы работаете уже 9 лет велокурьером, да? Да. В этом как раз, в этой фирме. И раньше работали грузовым велокурьером. Да. Правильно? Так вот мне известно. А что это? Да, вот, кстати, передвигались на грузовом велосипеде. Есть такие тоже? Да, у нас в компании сейчас пока есть 4 такие велосипеды. Но во всем мире уже давно используют таких, потому что… Я даже не знал, что у нас есть грузовые велосипеды. Города, где машинам запрещено в центр заехать, тогда используют такие велосипеды или велоприцепы, где можно положить ящики побольше и доставить товары или другие там. Это велосипед с прицепом с каким-то, да? Есть тоже велосипеды с прицепами, есть велосипед такой большой, как грузовой велосипед. А вы 9 лет вот работаете в этой компании велокурьером, то есть вы… это просто вот такой сознательный выбор, такой интересной профессии. Я всегда думала, что это, знаете, работа для студентов, вот просто там наличие каникулы. Я последние 3 года как оператор работаю в этой компании и больше, так, ну, если надо, тогда тоже курьером работаю. Ну, раньше 6 лет так проработал как курьер, как велокурьер. Ну, это как… Тяжело сначала было? Сначала тяжело было, хотела через месяц уйти. Даже так, да? Да. Потому если ты думаешь, ты город знаешь, ты катаешься на работу и обратно с велосипедом. Видишь здоровый образ жизни, да? Да, все в порядке, кто там, велокурьер не подрабатывать, да? Ну, когда тебе за день надо 100 километров проехать, тогда сразу чувствуешь… 100 километров за день? Ну, да. Тяжело. Летом 80-100, зимой меньше немножко. Олег, а вот вообще, насколько сегодня востребована эта профессия велокурьера? Сегодня уже такие средства связи есть, там, не знаю, дигитальные, электронные и так далее, что, казалось бы, ну, это вроде бы как бы должно уйти. Ну, нет, ни в коем случае, наоборот. Интернет-магазинов очень много-много, очень много получается. Тут как раз вам интернет помог развиваться, да? Это одна тема, продукты, питание, очень много доставок идет, и пока эта профессия, я думаю, будет развиваться, даже не уходить вниз. Но она же какая-то все-таки сезонная, нет? Ну, нет, потому что отвезти по городу маленькое расстояние на велосипеде всегда будет удобнее, чем на машине. А зимой? Зимой тоже, потому что вам не нужна стоянка, вы можете, я вот сейчас подъехал прямо к вашему радио, прямо к дверям можно подъехать, да, и скорость в городе маленькая. А велосипеда скорость у него, скорость у него примерно одинаковая, это 13-16 км в час, это очень-очень хорошее скорость общественного транспорта. А сколько у вас работает людей? В настоящее время у нас 42 человека. Сколько? 42. 42 человека. 42 человека, это полностью со всем офисом, со всем приемным пунктом и так далее. Давайте поговорим немножко о международном чемпионате велокурьеров, он будет проводиться в Риге этим летом в августе с 22 по 26 августа. Когда он, это же не первый раз он проводится или первый в Риге? В Риге будет первый раз. В Риге первый, а вообще в мире он регулярный. Регулярный, да? С 93-го года с Берлина началось это все движение и так каждый год. В следующем году будет Джакарта, Индонезия. А каждый год в другом городе проводится, в другой стране. И право делать этот чемпионат, можно приехать в чемпионат, надо делать презентацию и через два года только вперед можно голосовать. Мы в 15-м году в Париже были делать презентации, тогда мы выиграли и через два года в 18-м году. Как все серьезно, как на Олимпиаду почти. Да, 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 потому что очень много работы, чтобы сделать такое мероприятие в городе. Надо найти место где, найти друзей, спонсоров, которые будут помогать в это все. Очень много работы, чтобы было качественно. Какие нужны условия для того, чтобы победить в этом праве, принимать у себя чемпионат? Надо ехать на другие чемпионаты, чтобы люди знали тебя. Быть участником, да? Да, они видели, и видели ваш город, не город, как людей из вашей страны, не хватает. Вот сейчас Джакарте будет в следующем году, там приедет парень из Кении и скажет, ой, я хочу сделать чемпионат. Ни один не будет голосовать. Может быть, кто-то будет голосовать, но ни один не выиграет. Но шансов нет у него, да? Да, потому что мы начали ехать в чемпионатах 2011 года. И регулярно по чемпионатам Европы и чемпионатам мира ехали. Тогда у нас, зная, кто есть парень из Риги. А что вообще входит в этот чемпионат? Что там происходит на нем? Какой-то марафон? Ну, почти. Есть, можно сказать, фестиваль в одном неделе. Потому что там есть очень много дисциплинов. В этом году у нас есть 13 дисциплин. Всякие там есть для разных видов участников, велосипедов. Но самое главное, что это есть, который будет в субботу и воскресенье, это, как правильно сказать, сейчас будет имитация курьерской работы. Да. Будет большая трасса, будет на трассе какие-то пункты, и будет легенда или задача курьеров там с пункта А, с пункта Б. Ну, это все... Какая-то логистическая, да? Да, да, да. Доставить там посылку, покупку, да? Ну, там посылки много, там листа 2-3, там работа на 3 часа, и дороги эти будут имитированы, как, не, как сказать, в одну сторону, если ты приехал в свой пункт, тебе надо делать большие круги. Академияр должен будет сам построить логистику, да? Да, да, да. То есть, как ему лучше, быстрее, да? В эти гонки они выиграют, которые быстрее, которым лучше велосипеды, которые лучше думают. Вот это все есть. Ты можешь и на стареньком велосипеде победить. То же самое, что на курьерной работы. То есть, в принципе, мышление имеет значение, да? Ну, а что, велосипед, вот, Олег, велосипед разве не имеет значения совсем? В этой гонке нет. В этой гонке нет. В принципе, она на выдержку. А, ладно, да, хорошо. Про эту гонку еще поговорим. А в обычной работе? Как? В обычной работе, в ежедневной. Вы знаете, тоже нет особо. Там главное время уходит как раз на мышление, найти фирму, найти помещение и так далее. Я очень хотел вернуться обратно к чемпионату. Да. Впервые в Риге, во-первых, наш чемпионат включен в праздник «Латвия Симц», список «Латвия Симц», да? И у нас в Латвии, мы впервые, у нас очень много… Мы сделали русскоязычный сайт первый раз. К нам приедут гости, если мы русские, нам приедут гости из Москвы, из Белоруссии приедут, которые никогда не участвовали в таких чемпионатах. Мы это сделали, пригласили. Я не знаю, а инициатором, говорит, надо по-русски. Да. Тоже, да. Вот это. И у нас будет впервые в Латвии гонка на катамаранах. Вот мы, если кто-то нас слышит, нам очень нужны катамараны на пятницу, на 24 августа, потому что у нас будет гонка по каналу. Парижской мусору. Да, по каналу. И это будет первый раз, потому что никогда не было гонки, чтобы люди крутили педали и ехали. Это будут обычные люди, или это будут участники вела? Да, все вот это будут. Наши участники это впервые. За 26 лет это будет как бы наша такая, такой, ну, как я, он и наимс такой, вот мы хотим. Но катамаранов у нас еще нет. Мы ищем катамараны, просто никак не можем найти нигде. Что, в принципе, не так много их в Латвии? Есть, ну, если рендовать какое озеро, перевезти в Ригу, потому что один только на прицеп можно поставить. Там надо, если надо в четырех, там очень много аллогистика думать. И этих, мы придумали эти катамараны, потому что в других чемпионатах есть велодром. У нас в Латвии велодрома нет совсем. И тогда мы думали, как поменять или... Что-то добавить, изюминку какую-то. Да, потому что каждый чемпионат придумали какую специальную, там, чтобы было интересно для всех, что... Может, это будет больше как шоу, как не гонка, но это дает свое такое... Но вы планируете это на канале делать, на Рижском? Ну, а там не узковато будет для гонки именно, вот, ну, не будут они там сталкиваться? Я думаю, что это уже в Риге, когда есть праздники Риги, там уже есть Рига с Регата, канала. Это уже били, ну, как сказать, это не первый раз в мире, и в Риге только это будет для курьеров. Вот какова, чтобы людям было понять, какая сфера задачи такого чемпионата? Все-таки это популяризация, не знаю... Велокультуры. Велокультуры или рассказ о том, о велокурьерах, привлечении внимания к этому виду деятельности? Или что это? Эти люди, которые приедут на чемпионат, у них это не работа, это образ жизни. Велокурьер, почему я 9 лет работаю, потому что образ жизни нет. У нас тоже есть ребята, которым это работа. Нравится? Едет, деньги зарабатывают, и все хорошо. Ну, у меня это, как сказать, образ жизни. У нас еще в Риге нету, ну, или в мире, ну, в Латвии образ, не образ, но в других странах это образ жизни и субкультура как. Даже так? Да. А вот что ваша семья говорит? Все-таки вы 9 лет занимаетесь, весьма сложной работой. Ну, пока деньги домой принесет, все хорошо. Все хорошо? Все в порядке. Все в порядке. А нет желания им самим тоже сесть на велосипед? Нет. Не заразили еще, нет? Нет. Хватать. Нет, велосипед есть, домой 4. Дома, да? Да. И разные, и детям тоже есть. Олег, поскольку вы, ну, чуть ли, можно сказать, даже в Латвии родоначальник вот этого бизнеса, если так можно сказать, это работа велокурьера, как вы дальше прогнозируете, куда дальше вот это направление вот услуг велокурьера будет развиваться? Там, не знаю, будет еще больше велокурьеров или сегодня для Латвии, для рынка достаточно их? Вот как вы это все видите? Вы знаете, пусть политики прогнозируют, а в бизнесе такого прогноза нельзя давать, потому что все, да, это для политиков, это их работа, врач. А я врать не буду и не собираюсь, вот, извините. Просто, знаете, надо ставить цели маленькие на год, на два, если ставишь цели на многие, вам поменяют законодательство, и все ваши идеи, все, она разлетается. Да, может быть, да. Поэтому нельзя. Я думаю, что вот немножко опять вернемся к чемпионату, я хотел бы Яниса добавить, что это праздник. Если скажем, это, во-первых, праздник, праздник вебокультуры, куда съезжаются, например, если, когда мы были в Хельсинге на чемпионате, 35% вообще, они не работают вебокурьерами, просто люди приходят как на праздник, да, это концертная программа. И они могут принимать участие, правильно? Да, любой человек может, это практически тусовка. Мы говорим практически о тусовке такой большой, которая будет целую неделю у нас в Реге. И такая международная тусовка. Поэтому, ну, интересно и очень делать, очень организовывать и очень интересно. Да, с чем вы столкнулись уже в процессе организации? Ну, вы знаете, мы сталкиваемся с хорошим, с положительным. У нас будет она в Типселе, на Типселе, да. И, во-первых, это идет под флагом Латвии, и для нас это такая, ну, большая ответственность тоже. Потому что будет человек где-то 600-700. Мы планируем, да, и практически весь мир приезжает к нам, да. Америка приезжает, Канада, Индонезия, вся Европа будет тут, да. Ну, вот. Но участники, они приезжают как бы за свой счет. Да, интересно то, что на этом чемпионате никто не зарабатывает деньги. Обычно говорят, что вот кто-то зарабатывает. У нас есть общество. Если, например, кто-то нам деньги дает, кто-то Зеду, Науду помогает, тогда, если деньги остаются, они передаются на следующий чемпионат. То есть, это чисто такая благотворительная работа, да, для нас. Да, имиджевая такая, да? И имидж, и вот именно вот увидеть, как в его культуре. А желающих попасть на чемпионат много, да? Вы знаете, едут люди и желающих. Ну, пока у нас есть 280, есть из Колумбии, из Индонезии, из Австралии. Из очень далеких стран, да? Да, да, да. То есть, вы уже из Колумбии связались, по существу? Да, потому что люди, которые приедут один раз, они приедут в свою страну, своим друзьям рассказывают. То есть, получается, что почти в каждой стране есть вот велокурьеры, да? Есть или поменьше, может быть, мы не знаем их как. Потому что в Чехии есть очень много велокурьеров. Очень много. Но у них это больше как работа, не образ жизни. И о них мы не чувствуем на чемпионатах. Может, один или два людей. Даже так, да? Много не приезжает. То есть, они как раз относятся к этому как к работе, да? Да, может быть. Не знаю, почему так. Есть страны, которые очень много. Норвегии. Есть компания, но эта компания работает, очень мало велокурьеров. Но эта компания имеет, как сказать, другие филиалы в других странах, там есть много. И это общество очень, можно, Европа очень это растает с велокурьером, потому что там зеленый вид жизни, там все-все-все, меньше машин, больше велосипедов. Это эко-продуктов доставляет с велосипедом. И очень много работы у них есть. Это, как Олег говорил, что растает это все. Растет, да. Растет. Скажите, ну а вот из Латвии сколько вы планируете участников? Вы сказали, ну, международная, там уже 280, да? Да, есть, планируется еще привлечь. А из Латвии вот как? Из Латвии пока есть какие-то... Сколько вам нужно? 6-8. Пригласим сейчас кого-то. 6-8 пока есть у нас, но мы еще делаем регистрацию для отдельных дней, потому что взять отпуск специально на неделю, ни один не хочет, но они могут участвовать каждый день отдельно. Ну да, то есть выборочно, да, в какие-то дни отдельно. И будет дистанция, которая, я думаю, у нас есть, это фикси-культура, они будет четверг, думаю, очень много будет тоже из Латвии участвовать. Ну расскажите поподробнее, может быть, из чего будет состоять программа. Вот всю неделю, вы сказали, вот первый день, это что будет? Первый день будет в среду. Треждаем. Треждаем. Да, здорово. Да, здорово. У нас есть групповая такая выезд, ну... Выезд, это как? Выезд, да, из Рига-Сигулда, Салкарсты-Рига. Вот эти маршруты, да, по этим маршрутам? Ну, один маршрут как кольцо. И у нас есть, как сказать, при ивент мероприятия, который будет, как сказать, есть чемпионат, и один, который будет одну неделю перед чемпионатом, который будет... Пред, как бы, да? Ну, да. Это будет Хелсинки. Они с Хелсинки едут с велосипедами в Ригу. Все, кто к нам приедет, или вот часть какая-то... Часть, да. Они едут с Хелсинки в Ригу, и мы встретимся, которые из Риги, которые из Хелсинга, и встретимся в Салкарсты, где мы будем идти с Салкарсты в веломузей, а потом все вместе будем обратно в Ригу ехать. В четверг, но у нас есть АБ Дамбис, там будет всякий там... Красиво. Для велосипедов, которые есть, это односкоростные... Ну, трек, велосипеды, которые придуманы для трека, можно сказать. Такие профессиональные уже, да? Нет, но фиксированные, как это правильно сказать, да, у них будут всякие там дисциплины. То есть какие-то трюки с велосипедами будут, да? Трюки или скользения с блокированным колесом, которые дальше заскользнут, там, спринт, который быстрее заедет, который больше можно с велосипедом без рук стоять на месте, и всякие там. Так. В пятницу у нас есть Барона Квартал, здесь уже новый, который открылся, Чака Барона, Тауэнэс там. Да. И там одна часть есть для такой горки, рядом с кейт-парком, и там будет такой тоже для всех участников, тоже будет, но там будет интереснее, потому что каждый приедет на своем велосипеде, и это, этот раз больше думано для как-то BMX, но здесь будет для всех, потому будет интересно смотреть, как свой лок... А там поместятся все? Да. Да? Потому что участников, которые перенимут, я думаю, не будет очень много, потому что большой такой экстрим. Хорошо. И пятницу вечером у нас есть катамараны в Риге с канала, из Бастайкала до Оперы и обратно там. Да. Спасибо. Эти гонки, да? Да. О которых мы говорим. И катамараны нам нужны, это мы для слушателей говорим, если что. Если у кого-то есть катамараны, пожалуйста. Да, 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 пожалуйста, вот организаторам вот этого чемпионата велокурьеров в Риге очень требуются катамараны для красивого мероприятия. В воскресенье у нас есть кипсови, квалификация для главной гонки и еще одна гонка, которая будет с грузовым велосипедом. Это будет красивая гонка, потому что увидеть, что можно перевезти с велосипедом, очень интересно. Я думаю, что многие удивятся, да? И на самом деле очень много можно перевезти с велосипедом. Да. С моим велосипедом можно перевезти, ну, 120 килограмм примерно. 120 килограмм? Да. Обычным велосипедом? Грузовым. А, грузовым. Но все равно это существенно. На двух колесах, он не на трех. На трех, да? На трех, да? Олег, а вы? Не, ну, даже если брать маленькие прицепы, вы берете детский прицеп, который видно, вот, ну, люди катаются с детским прицепом. Мы экспериментировали, на детском прицепе мы запросто заложили 80 килограмм. 80 килограмм. 80 килограмм. То есть 4 бундулы, которая вода по 20 килограмм, и свободно передвигаясь 15 метров, без проблем, без проблем. Вы его тянете, вы его не чувствуете, вы его потянете. Вам не надо без супруга с прицепом. Ну, да. Потому что люди не знают, что это можно использовать как-то вот настолько. Но надо считаться, что маленькая скорость, это единственное. А можно ли сказать, что Латвия все-таки вот действительно очень достойно представлена в этой мировой семье велокурьеров? У нас довольно много велокурьеров. Ну, относительно страны. У нас страна небольшая, поэтому. Ну, вы знаете, я думаю, что мы вообще в балтийских странах, мы очень-очень сильно впереди, там, Литвы, впереди Эстонии, без вопросов, да, без вопросов. Это напрямую не связано с Попкинем? Вы знаете, нет. Это связано, наверное, вот опять же с культурой. Потому что нам очень повезло, что вот ребята столько лет работают у нас. Нам повезло с людьми просто. Говорится, Бог нас любит. Поэтому мы это видим как профессию, как культуру, как общество. И это за эти годы, это дало свой результат. А женщины у вас работают? Ну, мы женщины есть, но мало. Но это тяжеловато для женщин. Девчонкам тяжело. Все-таки зимой особенно это сложно. Если так смотреть на мир или на Европу, то примерно 15-10% женщин работают велокурьеров. Все-таки есть. Да. И это еще нам в субботу будет финал. Кипсель, суббота финала, который будет. Ну, там призы. Да, да, да. Финал. Что там будет в качестве приза, чтобы вдохновили? Будет индивидуальный кубок. Так. И будут всякие там призы и спонсоры. Ну, где можно еще зарегистрироваться или как попасть на этот чемпионат? Да, я могу. Если кто-то захочет. Да, ну, надо, наверное, в эфире сказать, что мы должны сказать здесь. Телефон? Или сайт. Нет, сайт. Сайт, наверное, да? Да. Где можно найти. Так, тройную W, C, M, V, W, C. Четыре буквы, да? Да. Я так скажу, C, M, W, C, C, M, W, C, 2018.com. Вот четыре буквы. Там регистрируйтесь, да, пожалуйста. И можно поменять участие. Это будет Cycle Messenger World Championship 2018. Ну да, Cycle, все правильно. Да, регистрируйтесь. У нас пройдет международный чемпионат велокурьеров в августе с 22 по 26. Не забудьте с собой катамаран прихватить тоже. Обязательно. И очень интересно всем прийти, посмотреть и узнать, что это такие велокурьеры, потому что каждый день, может, вы не видите нас на улице, не чувствуете, но это большая семья, и увидеть людей, которые прорабатывали уже, может, не из Риги, но из других городов, которые прорабатывали уже 25 лет как курьеры, есть, которые начали в 14 лет, есть, которые еще едут в 60 лет. И в 60 лет? Да. Вот молодцы, молодцы. Да, спасибо вам большое, у нас в гостях были сегодня Олег Столяров, основатель и руководитель компании «Велокурьер» и организатор 26-го международного чемпионата «Велокурьеров», оператор компании «Велокурьер» Янис Белецкий. Спасибо и до свидания. Спасибо. Спасибо.